Всем привет! На связи Артур из математического учебного центра MSDC. Погода в Алматы сегодня, мягко говоря, не очень, но это не останавливает нас от нашего марафона, и мы неумолимо движемся к нашей цели набора высокого балла на предстоящем экзамене SAT. Спасибо всем тем, кто откликнулся вчера и поставил лайк на пост нашего инстаграма, написал нам в дайрект, таких было немного, но мы верим, что то, что мы делаем, все-таки поможет ребятам преодолеть какой-то вот такой барьер, который они никак не могут преодолеть почему-то. Если вы следите за нашим каналом, вы можете где-то там ниже увидеть видео. У нас было интервью с Агназаром Кожмуратом, учеником 12 класса НИШ, который получил приглашение от Гарварда. Одним из условий его зачисления в этот университет было то, что он набрал perfect score на экзамене ACT. ACT это аналог SAT, и я вам скажу так, что набрать на нем perfect score 36 из 36 возможных намного сложнее, чем набрать perfect score на SAT. Так вот, мне понравился его подход, понимаете, набор, дело набора высокого балла на SAT, это прежде всего ваш майндсет, ваш подход, ваше, скажем так, восприятие той работы, которая вам предстоит. Значит, я хочу раскрыть вам некоторые секреты. Первый секрет, это то, что у вас не должно быть никаких проблем с предметной областью. Если мы говорим про математику, то это значит, вы математику знаете на пятерку. И все то, что вам предстоит решить, все какие проблемы с математикой, так это то, что вы не ошибаетесь и успеваете решать в отведенное время. Вот если вы боретесь против этого, то набрать 800 из 800 по математике не составит большого труда. То же самое по языковой части. Вы читаете хорошо, вы воспринимаете информацию быстро и адекватно, и очень четко, и вы можете делать соответствующие выводы, потому что вы прочитали, у вас не будет проблем. Так, пардон, это не тот навык, который вы можете бац и приобрести, или вам кто-то его может объяснить. Этот навык нарабатывается годами. Вы читаете статьи, вы читаете какие-то учебные материалы, вы читаете все, что угодно. И потихонечку, потихонечку это к вам приходит. Поэтому, если кто-то собирается сдавать статьи еще потом, пожалуйста, читайте как можно больше. Полюбите чтение. Представьте себе, что читать это круто. Представьте себе, что вы любите читать, и на самом деле вы полюбите читать. Читайте что-нибудь такое легкое, интересное. Не обязательно это будет на английском языке, но читайте. Чтение, читать большими дозами, это вот то, что отличает людей, которые набирают высокие баллы. У меня была давным-давно одна студентка, она сейчас уже заканчивает, Сан-Франциско-юниверсити. Так вот, каждый раз, когда она приходила к нам на занятия, до урока оставалось еще 20-30 минут. У нее был томик какой-нибудь классической литературы. И каждый раз это была новая книжка. И она так, знаете, с таким вот упованием, с таким вот наслаждением рассказывала. Вот я сегодня прочитала то-то, там было так-то, блин, это так круто. Вот все, не могу дождаться момента, когда я вернусь домой и смогу наконец-то добить этот рассказ. Вот, понимаете? То есть, как бы, любил человек читать, получил по заслугам. И, кстати говоря, немножко позднее я узнал, что она за счет того, что набрала высокий балл на SAT, за счет того, что она очень много читала и смогла вот эту вот любовь свою к литературе воплотить в своих personal statement и эссе, которые она подавала, в том числе при подаче заявки. И она была номинирована на грант от San Francisco University. То есть, вернее, это даже был не грант от университета, это была стипендия президента Соединенных Штатов, которая номинируется только International Students. И вот она была одна из тех. В те времена президентом Соединенных Штатов был еще Барак Обама. Как обстоят дела сейчас этой стипендии, честно говорю, не знаю. Но майндсет, ее майндсет мне очень сильно нравится. И вот я пытаюсь людям как бы донести вот это вот. Следующий успех набора, следующий залог успешного набора высокого балла – это написание большого количества пробных тестов. Акназар Кажимурат написал всего лишь на минуточку 30 пробных тестов по своему экзамену и сети. Я не знаю, где он их набрал, где он их брал, но он их где-то нашел. Он скачивал с различных сайтов, ресурсов. Может быть, он скачал их с нашей группы ВКонтакте. Кто его знает? Так вот, 30 тестов он написал. И он подходил к этому не так, ой, бай, мне нужно написать 30 тестов, у меня и так там нужно сходить с друзьями погулять, мне нужно, не знаю, полежать, телевизор посмотреть. Он подошел к этому очень просто и лаконично. 30 тестов на написание одного теста я трачу 3 часа. Еще один час я трачу на разбор, на проверку и на разбор ошибок. Итого мне нужно потратить 120 часов времени. У меня впереди там столько-то месяцев, и я распределяю 120 часов времени каким-то образом. Кто-то может эти 120 часов выдать за неделю, но эффективность этого будет небольшая. Кто-то может эти 120 часов распределить на 2-3 месяца, и тогда эффект от этого будет просто колоссальный. Таким образом, вы воспринимаете написание пробных тестов, а я всегда всем говорю, что именно это является залогом успешной сдачи с IT. Вы чем больше этих пробных тестов пишете, тем выше ваш балл будет по итогу. Но написание это одно, их нужно проверять, их нужно анализировать, и ошибочки обязательно исправлять, разбирать, как это происходит. Кстати говоря, для тех, кто вчера написал этот тест, получил, сегодня ждите ключи с ответами, для того, чтобы вы смогли проверить себя и посчитать, сколько примерно баллов бы вы набрали. И эксклюзивно мы сможем вам ответить на вопросы по математике. Я думаю, это будет сделать очень легко. Где же вы все-таки были неправы, и как нужно было решать тот или иной пример. Если что, кидайте сообщение в Direct, указанием номера задачи. Я лично разберу каждый пример, который поступит, заявочка через наш Instagram. Наш Instagram, я напоминаю, massmsdc, очень легко. На всякий случай мы оставим ссылочку на него в описании этого ролика, чтобы вам было удобно. Но это еще не все, чуть попозже ждите. Будет разбор первого пейпера, что же это такое, с чем его едят, как на нем набирать очень много баллов. Всем приятного дня, увидимся. Сит-марафон продолжается. До связи. Субтитры сделал DimaTorzok